всем добрый день сегодня будем делать нехитрые композиции в балконных ящичках их могут размещать как на балконах так и на заборах других композициях просто красиво расставлять вот самое главное на что стоит обратить внимание чтобы на ящиках сразу же были готовы и отверстия либо если их нету просто берем их и нехитрым образом просверливаем нам пришлось их просверлить отверстий у нас не было для начала перед тем как составить композицию смотрим как это будет смотреться например ставим пеларгонию и добавляем до нее алису смотрим как это будет пышно и красиво раз расставили посмотрели как это смотрится и представили что это уже разрослось значит алису у нас здесь по 57 корней поэтому будем использовать один горшок делить пополам потому что этого объема сильно будет много здесь у нас около 4 литров получается ящичек соответственно сюда надо будет 32 корешка с каждой стороны здесь 57 добавляем в ящик торф мы используем в чистом виде торф фирмы классно и обязательно добавляем сюда удобрение удобрение используем пролонгированное действие то есть длительного действия чтобы он действовал там три-четыре месяца осмокот я добавляю уже на глаз но надо добавлять его одну чайную ложечку на 1 литр грунта соответственно сюда можно будет добавить 4 чайные ложечки немножечко добавим вот дальше достаем из горшочка обязательно разравниваем ой как хорошо в роз разравниваем корешки немножечко расправляем их чтобы они хорошо в грунт у нас свежие вошли и смотрим по высоте грунта получилось немножко маловато заглублять пеларгонию не стоит поэтому добавляем грунта и еще чуть-чуть вот так вот так оставляем дальше достаем алису бояться не стоит то что веточки некоторые согнуться немножко может даже надломается это не страшно для них и делим на две равные части и залог успеха чтобы композиция хорошо смотрелось и надо как можно ближе к центру располагать то есть не по сторонам вот так чтобы она развалилась а именно поближе к центру прижимаем прям друг другу и будет вот так вот смотреться у нас и засыпаем грунтом грунт никогда не трамбуем просто как он ложится так и ложится потом с поливом он займет свою нужную высоту заполняем аккуратненько и будет вот так вот смотреться композиция постараясь показать как они разрастутся сада большинство не успеваю показывать их потом раскупают еще не успев до конца дорасти все вот это будет у нас на лето превосходная воздушная композиция с пеларгонией и алисиумом мы уже сегодня сделали два таких вот он раз вот он два теперь мы будем с вами делать из калибрахоя на вот такой вот ящичек можно будет разместить максимум два растения калибрахоя надо обязательно подобрать по силе роста чтобы не было не получилось так чтобы одно больше разрослось другой меньше разрослось то есть похожий по форме куста калибрахоя сюда мы выберем синяя желтая серединкой и желтенькая махровая они почти одинаковые по грунту им как раз четко должно хватить здесь немножко другие секреты здесь мы получается точно также грунт добавили удобрение уже добавили уже все лежит расставляем здесь можно сильных не зажимать они больше сильно разрастаются поэтому к серединке их не обязательно складывать раз и также заполняем грунтом сейчас самый главный секрет после заполнения расскажу сейчас мы это все заполним грунтом и получится красота глубоко получилось немножко под него тоже добавим все заполняем вот по грунту все самый главный залог успеха у питунья и калибрахоя при посадочке не поленитесь и каждую макушечку от каждой веточки прищипните тогда она будет более пышной более красивой невзирая на то что там уже как бы есть бутончики хотелось бы оставить все равно надо убрать на каждой веточке когда мы получим очень пышную красивую композицию так это что касается калибрахоя именно вместе сочетать вот такой вот ящичек получается красивый сейчас мы возьмем ящичек немножко побольше в него я буду сажать прям свои самые любимые сейчас также под заполнен грунтом покажу что я люблю больше всего также добавляем удобрение помним что 1 чайную ложечку на литр грунта сюда мы берем калибрахоя вот такие вот красненькие это double purple purple сорт махровый очень красивый вот и возьмем 2 бакопа вот это вот мое самое любимое это бакопа сорт гулливер она у нас очень крупноцветковая из бакоп идет так наверное сделаем 2 посерединке и по краям будут бакопки расти тоже опять посмотрели представили как это будет выглядеть и можно приступать пересадочки все точно так же достаем из горшочков разравниваем корешочки и укладываем бакопу тоже надо будет сейчас обязательно прищипнуть чтобы она была более пушистая вот так вот калибрахоя что-то у меня упала это был шуруповерт не растение можно не переживать раз все аккуратно заполняем она даже когда уже в другой горшок пересаживаешься всем вид сразу же меняет следующую калибру шичко как у нас по плану было вот так вот разровняли также посадили смотрим что все получалось равномерно по расстояниям пока еще воды не залили можно будет даже немножко подвигать если получилось немножко неровно посадите обязательно разравниваем всегда не забываем все землю до самого верха и не трамбуем точно так же все макушечки прищипываем это обязательно будет лохматая лохматая красивая красивая 1 1 в общем дальше еще по прищипываю смотрится это приблизительно вот так потом это все будет лохматая красивая чистые красивые цвета ну последний сегодня композицию наверное сделаем еще с остеоспермом очень интересный цветочек цветет дольше всех до самого снега снег еще идет вернее уже идет а он еще цветет снег проходит а он дальше цветет разрастается очень красиво и обильно цветущие такими ромашечками также удобрения пролонгированного действия вот так вот раз и будем его сочетать с голубой синий серединкой калиброшками вот так это будет смотреться очень интересная расцветка получится и все точно также пересаживаем и заполняем грунтом если у кого-то есть свои красивые композиции которых еще не все знают вы нам обязательно напишите что вы используете в композициях мы это обязательно попробуем и всем покажем как это потом будет выглядеть хитрого здесь ничего нету главное удобрение хороший качественный торт конечно же побольше любви и не боемся не боимся стричь и у всех будет все очень красивая следующее видео планирую делать более больших горшках более большие композиции сейчас немножко со стройкой закончим когда будет куда расставлять большие композиции куда мы это и будем ставить и сразу же снимать на видео но в конце сезона покажем что из чего как у нас получилось вот такая вот нехитрая композиция смотрится по моему очень даже симпатично всем удачи